Сегодня не гуляйте, не купайтесь. После прививки 30 минут посидеть в коридоре или в комнате после вакцинации. Диме Кузнецову 15. Он в числе первых на прививку от коронавируса. Мальчик рассказывает, сам попросил родителей отвезти его на вакцинацию. Сомнение было, потому что защищаться нужно в трудное время. Я достаточно хорошо знаком с этой темой и знаю то, что прививка не будет никак отрицательно влиять на организм. Таких, как Дима, еще 65 человек. Это подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Они приходят в поликлинику либо организованными группами, либо вместе с родителями. Наша семья очень тяжело перенесла первую болезнь коронавирусом. Поэтому было принято решение, что как только появляется вакцина, будем прививаться. Процедура вакцинации подростков глобально не отличается от взрослой. Кабинет педиатра, прививочный и комната отдыха. Противопоказания – наличие острого инфекционного заболевания, обострение хронического и сильная аллергическая реакция. Однако, несмотря на это, единства мнения среди родителей пока нет. Считаю, что иммунитет ребенка должен сам справляться. Хорошо, конечно, вакцинировать детей. Но так думаю, если нужно будет, будем вакцинировать. В Оренбурге на сегодня работают два прививочных кабинета – в поликлиниках на Туркистанской и Просторной. Со временем, по словам врачей, планируется открыть пункты вакцинации во всех 11 детских лечебных учреждениях города. Вакцина для подростков – ГАМ-КОВИД-ВАК-М. Эта вакцина с таким же компонентами первым и вторым белковых фракций, но она несколько уменьшенная, потому что это детская датировочка. В общем-то, создает точно такой же иммунитет, как и для взрослых пациентов. Испытания подростковой вакцины стартовали в России еще в середине прошлого года. Ранее руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинсбург заявил, что в нашей стране за полгода необходимо вакцинировать не менее 10 миллионов детей. Вячеслав Камп и Георгий Бурлуцкий. Новости дня.